здравствуйте дорогие телезрители мои подписчики на канале youtube голова садовая даже не знаю с чего начать вот глядя глядя на все вот это вот да настроение ухудшается вот как вы думаете что вот тут за земля валяется догадались да это вот те крысильды которых я ненавижу сволочь подземная их называю но я не знаю почему вот здесь надо было выкопать тут все было красиво убрано вон там есть еще одни какие-то горки непонятные ну вот здесь парник и внизу у него под слоем вот этих вот ботвы и травы всевозможных отходов зеленых там намочены диски ватные со скипидаром но даже он этих толстух не не отпугивает маленькие мыши боятся запаха скипидара но этим вообще все по барабану но сегодня речь то вообще-то не об этом вы видите парник это самый старый парник самый старый его надо конечно немножко после зимы всегда так он что-то в бок там разводился слегка но так то он еще ничего и здесь есть одна особенность вот посмотрите парник а рядом с левой стороны большая старая яблоня она покроется цветами листьями все будет очень красиво но но почему парник стоит именно здесь ведь тень же солнышко всходит там правильный вопрос вот кого сюда посадить как вы думаете огурцы нет баклажаны нет есть такое растение которое прям просится просится укоротить ему световой день это перец вот как бы перец не любил солнце а завязывается лучше плоды при коротком световом дне поэтому несколько часов солнца скрытого ему будет во благо так что этот парник будет готов для перца что здесь надо сделать это ботва здесь ботва всякая разная она очень плотно уже улеглась для того чтобы как-то суда что-то высадить надо конечно сделать лунки лунки у перца будут поменьше чем огурцов не по 40 на 40 чуть чуть поменьше 30 на 30 они будут наполнены очень питательной почвой и дерновая в составе почвы будет обязательно значит такое дерновая да это под дёрном вот которая горошками такая обязательно будет насыпана здесь войдет я не я никогда не сажаю много здесь войдет раз два три 4 5 6 7 8 но 10 штук максимум поскольку они у меня в горшках по два значит мне вот так и хватит под завязку хочу сказать что укрытие обязательно вы можете не парить себе голову что надо вот такие дуги поставить да не надо дуги ставить если уж в такая необходимость и дуг нету ну остановитесь около речки идете с электрички тайника на ломайте ветки так себя ростом и сделайте короткие дуги вам надо чтобы над перцем вот так вот был укрывной или пленка ему вот так надо тепло ему надо вокруг тепло они вон там тепло а вон там холодно не 5 его в теплицу пожалуйста вот парник для него это самое то что и надо значит удобрять естественно мы будем дачным коктейлем и в следующих программах я дам еще один раз последний рецепт этого коктейля же вы спрашиваете каждый раз а где ссылка а ссылка там где она и должна быть ну посмотреть надо видео где написано дачный коктейль значит это все это все собирается годами годами это не как бы ботва одного какого-то сезона нет вот если я буду делать лунки да я буду копать посмотрите там уже вот она вот этот вот компост вон посмотрите какой он хороший там есть какое-то количество почвы ну все это надо привести в соответствие ну здесь есть вот такие вот замечательные до корни смородины между прочим деревяшки плохо гниют их можно выбрать ну а вот тут то посмотрите что это же сказка просто да какое же растение откажется от такой еды да никакое тут одни бактерии сплошные значит вы все поняли да вносить туда в лунку ну 43 грамма суперфосфата обязательно полное комплексное овощное одобрение чая удобрение чайная ложка обязательно значит ну а чем поливать это мы решим позже всего доброго вам и до свидания а